Всем привет! На связи Вера и вы на канале Акета. Сегодня говорим о самых кетоугодных овощах. Я составила для вас список из 7 самых-пресамых кето овощей. В этот список данные овощи попали потому, что они во-первых содержат приемлемое количество углеводов. Во-вторых, эти овощи содержат большое количество различных питательных веществ. В-третьих, эти овощи подходят для питания любого человека, поскольку не содержат антинутриентов. В-четвертых, почти все овощи, о которых пойдет речь, доступны круглогодично. И в-пятых, рецептов приготовления разных вкусных блюд из данных овощей великое множество и вы наверняка найдете для себя подходящий. Безусловный лидер списка – белокочанная капуста. Это традиционный для России овощ, который растет в каждом огороде. Белокочанную капусту можно назвать царицей кето овощей за несомненную пользу для человека. В белокочанной капусте содержатся такие полезные вещества, как растворимая клетчатка, почти дневная норма витамина С и витамина К, фолиевая кислота, холин, некоторое количество калия, а также обычная вода, которую, как говорят, лучше есть, а не пить. Вода в составе овоща увлажняет организм в два раза эффективнее, чем вода из стакана. Водянисто-клетчаточные продукты дольше поддерживают чувство сытости в организме. Еще одно преимущество белокочанной капусты – то, что она долго хранится, без специальных приспособлений. Вариантов приготовления капусты великое множество. Это и салаты из свежей шинкованной капусты с добавлением разнообразных ингредиентов или сам по себе. Это квашеная капуста – непременный атрибут зимнего питания в России. Это капуста по-корейски – кимчхи. Это такие способы приготовления, как отваривание, жарка, тушение, запекание, использование в качестве начинки в пирогах. И во всех этих вариантах вкус белокочанной капусты великолепен. На нашем столе белокочанная капуста присутствует ежедневно в том или ином виде. Следующий лидер списка – кабачок. Также трудно представить чей-то огород без этого овоща, ведь он растет сам по себе, почти не требуя участия. А урожай его радует каждую семью еще долго после сбора, поскольку созревший кабачок может храниться в кладовке, чуть ли не до следующего урожая. Кабачок не может похвастаться большим количеством витаминов или минералов, его плюс в другом. Кабачок легок в переваривании и подходит и для взрослых, и для детей, и считается диетическим продуктом. Благодаря нейтральному вкусу кабачок может сочетаться с чем угодно – с мясом, рыбой, птицей, яйцами, различными соусами и даже может добавляться в низкоуглеводную сладкую и несладкую выпечку. Кабачок дает в блюде объем, воду, гладкую текстуру. Если скучаете по картофелю, то попробуйте сделать чипсы из кабачка или запеките палочки из кабачка в панировке. Еще один отличнейший кето-овощ – это цветная капуста. Ее можно вырастить самостоятельно, а можно приобрести свежую или замороженную практически везде. Цветная капуста имеет низкий гликемический индекс, поскольку сахара в ней полностью связаны с клетчаткой. А само наличие клетчатки в еде способствуют прекрасному пищеварению и формированию здорового иммунитета, который на 80% формируется в здоровом кишечнике, здоровой микробиотой. Цветная капуста – это источник витаминов С, К, В9. В цветной капусте содержится холин – вещество, которое необходимо для улучшения памяти и нервной системы. Холин также является гепатопротектором и регулировщиком инсулина. При пережевывании капусты образуется вещество сульфорофан, обладающее антибактериальным и противораковыми свойствами. Он содержится во всех капустных, но больше всего его в цветной капусте и в брокколи. Цветная капуста идеально заменяет привычные многим высокоуглеводные продукты – рис, картофель, макароны. Имеет мягкий и неяркий вкус и отлично подходит и к мясу, и к рыбе, и к яйцам. Хорошо сочетается с другими овощами, добавляет объемы низкоуглеводным супам или различным запеканкам. Пюре из цветной капусты вполне заменяет картофельное. Очень вкусна и полезна квашеная цветная капуста. Брокколи – отличная культура для выращивания в любой точке мира. Неприхотливо и красиво. 100 граммов этой капусты покроют вашу дневную потребность витамины С и К, добавят немного фолиевой кислоты и холина, снабдят калием, магнием, кальцием, фосфором. Эта капуста улучшит вкус любого блюда – от яичницы с беконом до сложной запеканки. Хороша брокколи и сама по себе, слегка отваренная и сдобренная сливочным маслом. Брюссельская капуста – малоуглеводный овощ, богатый растворимой клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами. Идеально подходит для выращивания в холодном климате, прекрасно хранится замороженной. Также присутствует в любом крупном магазине в замороженном виде и доступна по цене. В 100 граммах брюссельской капусты – почти полторы дневных нормы витамина С, а также калий, необходимый для нормальной жизнедеятельности всего организма, магний, кальций и другие минералы. Брюссельская капуста – это овощ, который дает мясистый привкус блюду, и поэтому сама по себе может быть основным ингредиентом в каком-либо блюде. Попробуйте запеченную брюссельскую капусту с беконом под соусом бешамель и поймете, о чем я говорю. Вообще, чем меньше ингредиентов будет использовано при приготовлении брюссельской капусты, тем лучше. Эта капуста самодостаточна и вкусна даже в отваренном виде со сливочным маслом. Стручковая фасоль – отличный кето-овощ. Можно вырастить ее самостоятельно или купить в магазине. Найти замороженную стручковую фасоль можно в любом населенном пункте, даже в самом маленьком. Так же, как и предыдущие овощи из списка, стручковая фасоль малоуглеводна, обладает низким гликемическим индексом и содержит необходимые нам витамины и минералы. Похвастаться выдающимся количеством полезных веществ фасоль вряд ли сможет, зато она доступна, вкусна и легка в приготовлении. Стручковая фасоль может быть отварена, потушена, зажарена, запечена. Очень вкусна зеленая фасоль со сливочным маслом и в любых сочетаниях с разными видами жирного мяса, рыбы, субпродуктов. Зеленая фасоль – это гарнир, подходящий ко всему. Спаржа – овощ-деликатес для любителей нежного вкуса и легкой хрусткости. Всего 2 грамма углеводов нет. Спаржа содержит каротин, фолиевую кислоту, провитамин Е, витамин К, а также минералы калий, магний, кальций и растворимую клетчатку. Спаржа почти не требует какой-либо обработки, может употребляться в свежем виде. Но если есть желание, то можно приготовить спаржу на гриле, на пару, или слегка отварить, или поджарить, или запечь. Спаржа сочетается с любыми продуктами. Ее можно готовить со сливками, с сыром, с грибами, с разными жирными соусами, с зеленью, с мясом, с рыбой. Хороша спаржа и как самостоятельное блюдо. Единственный минус спаржи – ее некоторая дороговизна для большинства из нас по сравнению с другими овощами, но тем не менее она занимает свое достойное место в нашем списке. Включая в свой рацион данные овощи, вы всегда будете есть вкусно, разнообразно, с пользой для здоровья. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, давайте обратную связь в комментариях, это очень важно для меня. Также вы можете помочь развитию моего канала материально, это тоже очень важно для автора. Отправить свой донат можно по ссылке в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!